3 ноября на базе муниципального образовательного учреждения Улахот состоялось очередное заседание районного методического объединения учителей. Тема, которая беспокоит сегодня образование, это ключевые направления для повышения качества образования. В секциях учителя обсуждали различные темы. Как повысить качество образования, какую работу нужно проводить, обсуждали разработанные индивидуальные маршруты для детей, и как писать в этом году сочинения, какие изменения произошли в 9-11 классах, многие другие вопросы. Делились в этот день своим опытом работы учителя с большим стажем. На базе Ходзинской школы номер 11 сегодня у нас проходит районное заседание методических объединений, на котором обсуждаются приоритетные направления образования в 2017 году. Работает 15 секций. Сегодня мы пригласили на заседание наших методических объединений с методического кабинета города Лобинска, Лобинского района, представителей. Они будут делиться опытом работы. Нам интересно знать, чем занимаются наши соседи в области образования, в системе образования. Поэтому сегодня они будут показывать мастер-классы, делиться опытом работы. И очень много нам сегодня предстоит обсудить вопросов. На сегодняшний день задача нашего образования – дать качественное образование детям, для того, чтобы в этом году наши дети 9-11 классов успешно сдали экзамены и поступили в высшее учебное заведение или желаемое. Впервые на методы объединения были приглашены представители метод-центра Лобинского района, которые делились своими наработками в плане образования. Сегодня мы находимся в Ходзинской школе по приглашению управления образования Кашхабльского района. Представляем управление образования, методический центр и ассоциацию молодых педагогов Лобинского района. Я привезла с собой сегодня для, так сказать, обобщения, для того, чтобы молодые поделились опытом председателя зонального объединения молодых педагогов, председателя нашего муниципального объединения молодых педагогов и молодую перспективную учительницу пятой школы. Уже она у нас является лауреатом муниципального конкурса «Учитель года». Она у нас уже представляла район в крае на таких мероприятиях. Считаю, что... Хочу сказать большое спасибо управлению образования Кашхабльского района за то, что предоставили возможность поделиться опытом. Я думаю, молодым будет очень интересно пообщаться друг с другом, что-то взять новое для своей работы, также чем-то, так сказать, поделиться с коллегами, с молодыми. Ну, я думаю, что мы продолжим наше сотрудничество на долгие годы. Наши педагоги, в свою очередь, с одобрением и благодарностью отнеслись к этой инновации. По их мнению, это помогает расширить кругозор как преподавателей Уабинского, так и Кашхабльского районов. Я представляю секцию номер 13 школы молодого учителя. Очень приятно, что в этот раз мы собрались именно в школе Хользинской номер 11. И на это мероприятие к нам приехали учителя, молодые педагоги тоже со школ города Лобинска районов. Чем приятно, тем, что мы и молодые наши педагоги, и даже мы, пожилые педагоги, можем много узнать о том, как они проводят какие-то еще добавочные для себя летние форумы, слеты, фестивали. Вот сейчас ребята показывали несколько уже видеороликов, как у них 44 района, мне интересно было узнать, и по 15 человек они едут на форум и узнают там много интересного. С ними же и сам министр образования принимает участие. Дети едут от 18 до 29 лет. Я думаю, что это очень будет для наших молодых учителей приятно узнать и расширяться дальше, как нам тоже их объединить, сколько районов у нас тоже в республике, чтобы они тоже брали пример, хотя бы узнавали, знали. В целом заседание прошло на высоком организационном уровне.